Аренда или продажа? Ну, как я уже объяснял, сразу оценивается по параметрам объекта оценочная стоимость, как оценочная цена его продажи, так и, вернее, цена продажи одного квадратного метра. И оценочная стоимость аренды, годовой аренды одного квадратного метра. После чего эти стоимости, они сравниваются каким образом? Дисконтируются арендные платежи на бесконечном горизонте планирования по ставке ЦБРФ, приводятся к настоящему моменту и считается разница между ценой объекта и суммой дисконтированных выплат с учетом простоев 16,7%. И, соответственно, сразу видна разница, то есть, насколько выгоднее аренда по сравнению с продажей или наоборот. А данные по стоимости откуда брали? Какие это данные? Из датасета, предоставленного DGI. И мы немного попарсили портал инвест, откуда они исходно выгружались. Так что, может быть, в субботу он немного упал. Надеюсь, нам не обиделись. Хорошо. Следующий вопрос. А что использовали в качестве обучающей выборки для чужих сайлов? Ну, собственно, те же данные. Да, мы разбили тот же датасет на трейн и тест, на основную и валютационную выборку. И, как я указал, показали, модель показала неожиданно для нас самих, очень высокие коэффициенты детерминации, то есть 95-97% для продажи аренды, соответственно. А исходную выборку там расширяли еще с площадью инвест Москва, да? Или не расширяли? Ну, мы попарсили инвест Москва, мы еще думали пропарсить сайты, крупные сайты по объявлениям по коммерческой недвижимости, но мы поняли, что источник данных DGI, он уникален. В каком плане? В том, что цены объявлений на площадках объявлений, они не отображают конечную цену, то есть там, как правило, идут переговоры и цена иногда снижается на 30% влево. А здесь у нас как раз-таки результат аукциона – это конечная цена. И поэтому мы отказались от этой идеи, это бы, наоборот, расшатало модель в сторону. Еще вопрос. А как модель, которую вы сделали, учитывают требования законодательства, там, Санфина, допустим, кафе же вы не разместите там на промзоне, какое-то вредное производство, там, где ездят, например, людей? Мы не реализовали и половину того, что вы с вами задумали, там было и это, но просто вдвоем мы не успели пропарсить базу данных, чтобы определить, как конкретные типы зданий. И плюс даже на инвест в портале там вы не нашли этаж, например, то есть этажное здание там указано, а вот на каком конкретном этаже помещения мы что-то не сумели. А вот это то, что последствия вы сделали такой динарный классификатор, то есть аренда и продаж, правильно? Не совсем. Мы сделали как раз-таки не классификатор, а регрессию. То есть мы оценили именно для каждого объекта сразу и его оценочную стоимость при продаже и оценочную стоимость при аренде. И, собственно, критерием решения выступает фактор разницы между этими ценами. То есть вот последняя строчка, rent, sell, она как раз и представляет процентную разницу между ценой продажи оценочной и дисконтированным потоком от потенциальной аренды с учетом простоя. Хорошо. А скажите, как-либо влияет ваша модель цель использования? То есть под что? Под кафе, под парикмахерские и так далее? Тут, благодаря порталу открытых данных Москвы, мы как раз-таки сумели загрузить модель, во-первых, координаты всех объектов общественного питания, причем взвешенные по числу посадочных мест в заведениях общественного питания. И, во-вторых, потом по предприятиям розничной торговли, отдельно по предприятиям, имеющим лицензию на алкоголь и еще по предприятиям бытовых услуг. И, соответственно, вот наша метрика, сводная метрика для бизнеса, она как раз-таки определяет, вот в одной из этих четырех сфер рассчитывает для каждого объекта недвижимости его привлекательность с учетом плотности аналогичных заведений в окрестностях этой точки. То есть, допустим, если мы берем, что у нас будет аренда эффективности, ну, к примеру, да, система предлагает, допустим, аренда, если использование там в салон, допустим, в салон красоты, правильно, в системе так предлагает. Ну, все, если у меня нет вопроса, спасибо. Каким параметром определяется привлекательность помещения по любопытности? По совокупности ряда параметров. Во-первых, плотность населения в данном... Интегрированный параметр? Ну, что, древний параметр? Ну, интегрированный параметр это, скажем так, линейная функция от целого ряда параметров, которые я уже перечислил. То есть, это отдаленность от метро, это наличие аналогичных предприятий в окрестностях и плотность населения в данном регионе. У нас не было карты проходимости населения. И вот, кстати, это были просто суперценные данные для бизнеса, если бы Москва задумалась о том, чтобы все камеры видеонаблюдения оснастить расчетом, просто чтобы каждая камера раз в час сбрасывала число человек, которые прошли мимо нее. И это бы были сверхценные данные для розничного бизнеса. Модель обучалась исходно на всех доступных данных. То есть, как только в датасет попадают новые данные, она заново прогоняет процедуру обучения и, соответственно, адаптируется под изменившиеся реалии. Можно один короткий вопрос? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...